уважаемые тельцы всем доброго времени суток вы на канале ого таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта включительно каким для вас будет этот период как обычно рассматриваем основные характеристики всей этой неделе входящей энергии ваши цели ваши основные задачи ваши возможности в этом периоде и в отношении дома семьи и в отношении профессиональной сферы рассмотрим ваше финансовое поле в общем доходы расходы возможные вложения кредиты внешний мир в отношении вас скрытые факторы подведем итоги этого периода также в раскладе будет участвовать карта основного совета или карта форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которую я достану самый последний в произвольном порядке и ответит на загаданные вами вопрос вопрос всего лишь один как обычно напоминаю что для тех кто знает свой асцендент вы можете просматривать расклад и по асценденту и то и другое правильно работаю я сегодня на колоде таро парацельса а помогать нам будет оракул полной луны который вы видите на столе сами собой разворачиваются карты значит колода готова последний срез кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимайте на паузу а я приступаю к выкладке уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я вижу что этой неделе начинается с хлопот забот некоторые рутины и здесь есть какие-то финансовые переживания очень много может быть каких-то трат по мелочам или может быть вам нужно какие-то закрывать счета эта карта может показывать и небольшие покупки или небольшие доходы неделя начинается вполне активно несмотря на то что могут быть какие-то проблемы по финансам или по работе все-таки вы настроены оптимистично и последовательно пошагово вы выстраиваете всю свою неделю все важные дела вы можете начинать прямо с понедельника карта показывает трудоспособность возможно для кого-то важны вопросы образования или вы хотели бы поднять свой уровень квалификации может быть в основной работе поэтому все то что касается рабочей сферы вы здесь чем-то могли бы развиваться и чему-то учиться у тех у кого есть дети важна тема ваших детей скорее всего в начале этого периода что-то решается по детям и это тоже может требовать хлопот и финансовой суеты и это тоже может требовать хлопот и финансовых затрат общий запас энергии неплохой но ощущение того что в недавнем прошлом у вас было чувство или пустоты или какой-то слабости и вы сейчас начинаете по чуть-чуть восстанавливаться но на входящие события для вас выпала пятерка кубков а эта карта говорит о том что из-за чего-то вы все-таки будете огорчаться но вы огорчаетесь больше из-за каких-то упущенных или потерянных возможностей того что не смогли раньше реализовать успеть или сделать мы видим человека горюющего за спиной которого 5 пустых перевернутых чаш и тут действительно что-то вами скорее всего было упущено ранее здесь идут обиды и на кого-то то есть то что не произошло не случилось может быть еще по чьей-то вине может быть у вас даже не с кем-то желание особо общаться и я вижу что вы по этому поводу печалитесь если говорить о каких-то серьезных делах вторник среду у вас могут просто опускаться руки может быть такое состояние что не хочу ничего делать не хочу ничем заниматься мне все все равно но долго в таком состоянии пребывать вы не будете потому что в центр вашего расклада выпала карта короля динариев а эта карта ваших кармических задач в этом периоде поэтому все-таки основной акцент нужно обратить на работу на доходы на любого рода сотрудничества касающиеся работы по королю динария в многим из вас обеспечен хороший приход денег или стабильная оплата вашего труда если говорить о мужчинах это очень правильное ведение дел потому что карта может показывать вас собственной персоной если говорить о женщинах тельцах то на вашу профессиональную сферу может влиять мужчина земной стихии такой же как его это может быть телец дева или козерог по гороскопу может быть мужчина с которым вы связаны работаем рабочими проектами и от этого человека может быть какая-то практичная помощь но и для мужчин и для женщин карта гарантирует доход даже если меня смотрят те кто не работает вообще так как все-таки карта короля динария выпала в центре она может обеспечить вам мужскую финансовую поддержку по работе и по текущим делам могут обсуждаться какие-то очень важные вопросы потому что рядышком выпала дома мечей мужчина общается женщиной женщина общается с мужчиной я вижу что будут и какие-то новости которым вы непременно порадуетесь но если говорить о женщинах вам нужно включаться по максимуму об этом говорит дома мечей логика решительные действия возможно немножечко нужно подкорректировать что-то в рабочей профессиональной среде не упускать какие-то финансовые возможности потому что дома мечей выпала именно в дом финансов и она говорит о том что сложности есть но заработать вы можете возможно у кого-то есть какие-то долги или какие-то другие финансовые обязательства которые нужно закрывать и дома мечей в вашем случае может говорить о том что с вопросом нужно разобраться это может быть и какая-то юридическая помощь или консультация или то что вы сами пытаетесь во что-то вникнуть или что-то изучить как бы там ни было даже те у кого есть долги или кредиты имеющиеся по этой карте вы свой вопрос будете решать и я вижу что у вас еще будет выбор каких-то вариантах возможно до определенного момента ситуация опускается на самотек но ненадолго если говорить о крупных вложениях в этом периоде стоит хорошенечко подумать да вы можете что-то планировать на будущее но повторюсь если меня смотрит женщина для вас не будет лишней консультации или поддержка мужского лица а для мужчин наоборот поддержка женского лица шестерка жезла в малом кресте вашей судьбы говорит о том что кто-то вами восхищается вашими заслугами вашими способностями вам аплодируют с вами хотят общаться карта может предполагать любого рода позитивное сотрудничество с другими людьми нужно и полезно прежде всего для вас но здесь вы можете что-то организовать кого-то за собой повести что-то активировать и если вам действительно вдруг какой-то момент помощь определенных лиц нужно она будет карта может показывать и любого рода деловые дороги встречи командировки и вообще большую активность в особенности в середине этого периода концу недели забегая немножечко наперед скажу о том что может накопиться усталость и вам действительно понадобится отдых поэтому на выходные дни не планируйте никаких важных мероприятий по крайней мере вам нужен будет хотя бы один день для того чтобы привести в порядок свое здоровье свое физическое тело и привести в порядок свои эмоции потому что волнение здесь тоже хватает в большом кресте вашей судьбы я также вижу тройку динариев что немаловажно эта карта говорит о том что у многих из вас есть возможности развития те кто мечтает о карьерном росте это перспективы по карьере это возможность получения дополнительных знаний и образования получения дополнительных дипломов прохождение курсов или мастер-классов для тех кто учится уже в дни сегодняшнем я вижу что вы почему-то начинаете терять в себе уверенность либо в какой-то момент могут все-таки немножко опускаться руки из-за вопросов образования если где-то что-то не получается или вы что-то не успеваете здесь вам также поможет чья-то помощь то есть любая консультация любой разговор с человеком который находится в вашей теме эта карта говорит о том что какие-то преданные или верные вам люди остаются рядом с вами а те кто не нужно из вашей жизни может уходить ну и двойка мечей выпавшая на внешний мир конечно может говорить о том что далеко не вся информация из внешнего мира вас радует и так как мы здесь видим два скрещенных меча вы просто закрываетесь от этой информации вы не хотите ее слышать но вы ее анализируете и здесь я вижу прекрасно работающую логику то что возможно у вас кем то есть не согласия в каких-то вопросах в том числе и политики еще чего-то но свое мнение я вижу что вы пока больше будете держать при себе есть какие-то страхи касающиеся внешнего мира или вы просто понимаете что лично вам одному или одной сложно что-то изменить могут быть на кого-то обиды и в профессиональной сфере и в вашем ближайшем окружении потому что карта показывает ситуацию конфликта конфликт женщиной или из-за женщины возможно у кого-то не в порядке какие-то бумаги или документы здесь тоже нужно что-то приводить в порядок а так как на внешний мир выпало двойка мечей она может говорить о том что что-то тормозится или что-то в сложностях но по центральным картам я вижу что вопрос все таки разрешим если кто-то обдумывает новые кредитные линии я вижу что для вас это возможно это могут быть как юридические так и физические лица которые могли бы помочь вам финансово если у вас есть собственные должники то что вижу по картам ситуация довольно таки сложно деньги вернуть сложно поэтому вам нужно напомнить своим должникам о долге но скорее всего ситуация уже дошла до того что здесь нужно все-таки вмешательство юридических лиц я вижу что вы куда-то можете и имеющиеся или заработанные деньги вкладывать тут очень многое может зависеть все таки от вас по вложениям я вижу что вы обдумываете как лучше или правильнее поступить деньгами но в конечном итоге принимаете правильное решение давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар для семейных пар выпала тройка динариев и выпала карта шестерки жезлов в общем то если говорить о семейных у вас в доме должно быть все неплохо да есть какие-то задачи на бытовом уровне есть из-за чего-то тяжесть но вы не сидите сложа руки вы что-то меняете и в быту и в доме при этом решаете попутно какие-то рабочие деловые вопросы может быть кто-то по этим картам работает не выходя из дома или у вас есть такая возможность даже работать дистанционно и карты гарантируют доход не выходя из дома я вижу что многим из вас заработки даются не просто или нелегко но это не значит что вы не можете заработать по шестерки жезла возможно вас или вашего партнера ждут разъезды может быть вы куда-то будете планировать поездки вместе если вы сейчас находитесь на расстоянии возможен приезд того человека которого вы ждете это могут быть любые приятные или радостные известия для дома из внешнего мира может быть вы что-то получаете на руку какую-то посылку может быть что-то материально но это могут быть и любые вести или какие-то бумаги это может быть и устная информация ничего плохого для вас я не вижу отношения сохраняются и я вижу что вы друг друга в этом периоде очень сильно дополняете даже если вы обижались друг на друга я вижу что есть какие-то обиды не стоит ссориться не стоит конфликтовать ваша вторая половинка готова или готов сделать первый шаг навстречу компромиссу но теперь посмотрим что ждет наших свободных тельцов для свободных выпала карта шестерки мечей карта семерки динариев и карта королевы чаш в общем то тоже три замечательные карты тоже очень активный образ жизни шестерка мечей может говорить о том что вашей жизни что-то меняется в лучшую сторону совсем в недавнем прошлом были какие-то либо проблемы либо сложности либо конфликтные ситуации у кого-то может быть было состояние долгов но по чуть-чуть из вот этой темной полосы вы выходите и в большей степени вот этот негатив остается позади вас а впереди перспективы а впереди есть какие-то ресурсы которые вы можете использовать я вижу что что-то начинает стремительно в вашей жизни развиваться и во многом вот это движение будет зависеть от вас самого или самой как вы свою лодку назовете или куда ее направить и туда она и поплывет рядышком и видим семерку динариев практичность работа для тех кто при работе свободная работа на перспективу но доход есть во что-то очень много складывается сил и труда возможно работа на выездах рабочие командировки по даме кубков если говорите женщина у вас еще может оставаться время и на отдыхе на то чтобы заняться собой своей внешностью может быть какими-то творческими процессами карты могут показывать очень много общения с другими людьми дружбу выстраивание личных отношений поэтому знакомьтесь общайтесь по этим картам я вижу что все в ваших руках и возможно то что партнер или партнерша может быть где-то на расстоянии если вы уже встречаетесь отношения развиваются я вижу что есть влюбленность и желание друг друга поддержать может быть вы вместе в конечном итоге куда-то захотите поехать отдохнуть но это позже потому что сейчас у каждого из вас очень много каких-то своих бытовых вопросов и моментов если говорить о женщинах то вами восхищаются вы нравитесь и в вас невозможно не влюбиться королева чаш может уже показывать кого-то и женщин как женщин влюбленных карты очень светлые и хорошие теперь перейдем к скрытые факторы что в них позитив или негатив здесь я вижу вестника кубков карту старшего аркана влюбленных и карта вестника динариев в скрытых факторах нет негатива весь негатив остался перед вами в вашем раскладе на поверхности а эти карты наоборот предполагают скрытые возможности по этой карте явно тут идет какая-то радостная информация дружба любовь тем более рядышком с картой влюбленных у кого-то что-то начинает налаживаться в личной жизни поэтому будут встречи свидания разговоры и общения если вас не волнует личные отношения эти карты говорят о том что что-то будет налаживаться в профессиональной среде и у вас будет тоже выбор каких-то вариантов я вижу творческое развитие я вижу что рядышком с вами есть человек который может являться в чем-то вашим единомышленником или единомышленницей может быть кто-то вам помогает сделать какой-то выбор конечная карта гарантирует также денежный приход возможные дороги которые тоже принесут вам заработок или какие-то деловые встречи по сотрудничеству у вас тут есть выбор вариантов на завершение этого периода как и говорилось ранее выпало десятка мечей которая говорит о том что все-таки вас очень сильно беспокоит конечно пусть эта карта проиграется для вас максимально гармонично но она может показывать и физические недомогания поэтому если вы чувствуете по здоровью некоторые сбои постарайтесь здоровья подкорректировать эта карта говорит о том что возможно какая-то сложная жизненная полоса затянулась но по имеющимся картам я вижу что есть возможности даже в этом периоде поэтому постарайтесь не нервничать постарайтесь быть более спокойны хотя вам порой себя сдерживать очень сложно в особенности если говорить о женщинах я вижу что вы можете и вспылить и резко в отношении кого-то высказаться но видимо такова ситуация потому что я не вижу того чтобы вы были не правы теперь возьмем карту основного совета или карту форс-мажора мы видим карту десятки кубков карта дома и семьи карта гармонии и счастья и она говорит о том что возможно вам нужно с кем-то из близких организовать какой-то небольшой праздник отдых может быть намечаются предстоящие радостные события в доме такие как дни рождения юбилеи свадьбы и может быть к чему-то нужно просто лучше подготовиться если у вас есть дети или внуки они ждут вашего внимания и они ждут вашего участия в своей жизни может быть вас кто-то ждет в гости может быть вы кого-то должны по этой карте пригласить к себе решая вопросы внешнего мира работы и карьеры не забывайте о тех кто к нам ближе всего а те кто нас любит для наших свободных или те кто встречается у тех у кого развиваются отношения эта карта может говорить о свадьбах о помолвках и о том что вы совьете непременно совьете свое гнездышко счастья или у вас будет такая возможность но теперь возьмем для вас карту вашего желания сбудется ли она к сожалению пока выпала карта старшего аркана башни по крайней мере на тот период на который вопрос вы задали карта дает категоричный ответ нет что-то возможно выходит немножечко из-под вашего контроля либо что-то произошло или происходит вне зависимости от каких-то ваших желаний есть какие-то причины того что пока не получается поэтому скорее всего придется ситуацию немножечко отпустить но отпустите вы ее до определенного момента потому что то что вы спросили или то что вы загадали я вижу что для вас это вопрос большой важности но здесь для того чтобы этот вопрос решить понадобится гораздо больше времени чем планируется вами или планировалось изначально я вижу что по своему вопросу вы уже хлопотали но скорее всего безрезультатно давайте посмотрим что еще вам нужно знать в этом периоде для этого я обращаюсь каракулу полной луны три карты дополнений карта воздуха карта мужчины может показывать мужчину официальное лицо но почему-то показано что человек для вас близкий или хорошо знакомый карта аистов это человек который вхож в ваш дом вашу семью это может быть родственник друг это может быть и важный человек из внешнего мира которому вы доверяете который может помочь решить какие-то вопросы дома семьи первая карта тоже я вижу что говорит о том что вы излишне из-за чего-то нервничаете напрягаетесь есть какие-то сложные задачи неотложные дела но вот эта карта гарантирует позитивные изменения или перемены возможно кого-то интересует вопрос перемещения или дорог и я вижу что он также разрешен для вас благополучно но давайте посмотрим возьмем еще карту как просто дополнительного совета карта мужчины если говорить о мужчинах-тельцах очень много будет зависеть от вас самого но есть еще один мужчина который вхож в ваш дом может быть родственник но не обязательно для женщин то же самое ваш вопрос может зависеть как минимум от двух мужчин или что-то важное касающиеся дома семьи но все эти четыре карты показывают успешное завершение проекта или чего-то важного для дома на такой позитивной ноте и завершим ваш расклад я всем желаю прекрасного настроения на всю эту неделю оптимизма побольше хороших эмоций подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан благодарю вас за просмотр и и я не прощаюсь с вами я вас всех жду на следующей неделе всем до свидания